Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гость с Ютуба. Представляйтесь. Картовалье у аппарата, как я обычно говорю. Это я сам придумал, потому что я картавлю и часто люди обращают на это внимание. Особенность речи присуща не только мне. Если бы вы не сказали, я бы и внимания не обратил. Действительно, возможно, я прогрессирую в этом плане. Я не считаю это чем-то зазорным, поэтому я называю себя картовалье. И все, кто считает так же, что это их достоинство, картавость. Вы можете еще, знаете, так, картовалье, excuse my French. Зовут-то вас как? Меня зовут Вячеслав. Я родом из Уфы. Я здесь в отпуске. Я третий раз приезжаю в отпуск именно в США. И в Калифорнии я второй раз. Так вы когда приехали в эту страну? Я уже месяц. Здесь я уже месяц. Так. И я прилетел, приземлился в Нью-Йорке. Так. Там был снег. Я уже многим своим друзьям рассказывал, что погода выдалась не самая приятная. Потом перелет был в Даллас, в Техас. Так. И там тоже снег меня встретил. Я из Уфы. В Уфе снег был. В Москве снег, в Нью-Йорке снег. Я бывал в Уфе. Да. Для меня воспоминания такие. Это зимой было. Там была как, как сказать, там мела такая поземка. Все время такой ветер дул. И я помню, что такси было очень дешевым. Не такси, а частник был очень дешевым. То есть буквально за копейки можно было остановить человек. Везли просто какие-то смешные деньги. Да. Даже если он просто едет, он остановится и подбросит. Да. Значит, у вас канал на Ютубе? Да. У меня есть канал на Ютубе. А как называется? Вот как вас найти? Допустим, ребята смотрят. Давайте я найду, чтобы я мог ссылку на вас дать. Какой канал? Канал, название из пяти букв. По-русски. Д-О-Й. Дальше. Сейчас я здесь переключусь. Д-О-Й. С-Л. Да. Это... Дойсл. Да. Дойников Слава. Сокращенно Дойсл. Так. Дойсл. Вижу. Так. Вижу ваш канал. Так. Ди-О... Это со львом таким. Да. Это... Так. Обращение... Хорошо. Так вы переводите фильмы? Да. Я в последнее время занимаюсь переводами. Именно о полиции? Да. И много фильмов? Мне интересна полиция. Фильмы... Сейчас я занимаюсь переводом 14-серийного фильма. Это не художественное, это... Документальное. Да. Знаете, тут вот есть же на телевидении копы и прочие такие вот шоу телевизионные. Ну, подождите. А нет, как сказать, противоречия не возникает там с правообладателем там? А это дело в том, что не прямо с телевидения. Один фильм был записан, снят там правозащитной организацией и права. То есть, я обратился к правообладателю, мне сказали, можете делать всё, что угодно с ним. То есть, чем больше людей узнают про нашу работу, они конкретно снимали о особенностях общения с полицией, как не попасть в неприятности и прочее. То есть, на самом деле, вы, с точки зрения иммигрантской, я бы сказал, что вы полезные вещи показываете. То есть, если человек едет в Америку, часто спрашивают у меня, знаете, вот говорят, а вот вы, говорят, вот расскажите, как не попасть, не нарваться на неприятности. То есть, вы фактически об этом. Да. О том, как работает полиция и как лучше себя вести, если начнут спрашивать какие-то вопросы подозрительные, как нужно на них лучше всего отвечать. А вы наш канал тоже смотрите? А я слышал, что есть господин Портнов. Мне иногда давали ссылки на вот такие вот интервью или лекции, записанные лекции были. На английском или по-русски? И на английском, и на русском, по-моему, тоже было. Я точно не помню. Но я не смотрел всё подряд. Я одно видео посмотрел, и потом у меня уже в предложениях выскакивали. Но вы решили заехать по дороге из Сакраменто в Лос-Анджелес? Да, я подумал, что всё-таки не такой большой крюк. Окей. Тем более, что я хотел по трассе Калифорнии-1 проехать, потому что один из подписчиков мне сказал, что очень. Да, конечно. Это не пятый фривейк, где там просто среди полей едешь. Я поля тоже люблю, но... Больше времени займёт, но вы проедете через Санта-Барбару, вы проедете мимо замка Хёрста, там рядышком вы можете. И, видите, горы слева, океан справа, пляжные городки вокруг, там ближе вот к Лос-Анджелесу туда. Ох, мама родная, это просто что-то. И там кушать, когда будете в придорожном какой-нибудь ресторанчике, вот обязательно берите суп клэмчаудер. Клэмчаудер. Клэмчаудер, потому что они все разные. Вот если... Их надо кушать в приморских городках. Потому что их тут же прям поймали и тут же сготовили. Можно купить Safeway в банке, понимаете, но это не то. А вот там... Свежие. Ну и... Вчера только плавало. Слов нет. Слов нет. Сегодня с утра плавало, там пять утра поймали, а там... А вы пришли в час дня и скушали. Так что... Ну хорошо, значит... А работаете вы кем? Грубо говоря, на жизнь чем зарабатываете? На жизнь я зарабатываю физическим трудом. Я обслуживаю лифты. Я электромеханик по лифтам. Ну это не физический труд. Что же такое? Или трансформаторы переносите там с места на место? Ну бывает лебедку лифта, двигатель. Можно поменять. Бывает с галерией двигатель, он тяжелый. Но мы используем, конечно, средства автоматизации. Слушайте, а вот такой вопрос, вот так я любопытствую. Вот вы живете в Уфе. Да. Вы работаете там. Ну таким техникам по лифтовому хозяйству. Вы на себе вот лично, будучи далеко географически от, скажем, Украины, Крыма и так далее. Вы на себе как-то вот ощущаете, кроме того, что по телевизору показывают, вот просто в жизни, какие-то изменения, которые вот произошли? Я не знаю, когда в магазины идете или когда, ну что-то вот в быту. Да, ощущаю. Много продуктов подорожало. Бананы, например. Я уж не знаю, как это связано может быть с ситуацией внешнеполитической, но бананы в два раза подорожали. Я просто люблю бананы. Нет, ну это понятно, потому что бананы все-таки импортируются. То есть, чтобы банан перевести, нужно валюту тратить. Видимо, вот с ростом валюты связано. Ну конечно. Конечно. Нет, бананы как раз понятны. Вы имели в виду что-нибудь? Ну, я не знаю, что. Вдруг там много, не знаю, работу стали люди терять. Или там, ну что-то такое. Вот экономический, я не знаю, спад какой-то там. А работу люди теряют. Людей сокращают. Больше, чем раньше. То есть, это как-то связано с Крымом? Может быть, это связано с местами, где я по соседству работал и вижу, как люди сокращают. Но связано с тем, что не могут платить зарплату. Как-то клиентов, что ли, мало стало. Не могут заработать компанией столько денег, как раньше. А связано это с Крымом или нет? Санкции видите? С чем? Я человек маленький. На меня санкции не действуют. Единственное, что продукты дорожают из-за того, что доллар растет. А вот здесь, вот здесь, вот в США, я почувствовал. Так, расскажите, что почувствовали? Я, когда остановился в гостинице. В Сакраменто или где? Это было во Фресно. Да. Это до Сакраменто. Это тоже Калифорния, да? И это было поздно, уже темно. И кто-то вызвал пожарных. Ну, пожарные приехали, говорят, о, ложный вызов. И там стояли. Я решил к ним подойти поговорить. Да. Потому что вот хочется мне с кем-нибудь поговорить. Да. И спросил что-то как. Говорю, вот вроде пахнет дымом. А нет, мы профессионалы, это не дым. Здесь пожара нет. Так. И, ну, слово за слово, и капитан, вот, который был там, говорит, а у вас акцент какой-то, вы откуда? Да. Я говорю, я из России, я русский. Да. А, он говорит, а вот у нас здесь неподалеку есть апартмент билдинг, где все говорят только по-русски. Да. Но, говорит, русские они или украинцы, я не знаю. А я говорю, ну, разница-то никакой русский украинца. Он говорит, ну, очевидно, теперь разница есть. Мне сказал, и рассмеялся, а потом перестал со мной быть дружелюбным совсем. Ну, вы знаете, что, я бы сказал, что это было задолго до всех этих событий. Многие, я не хочу сказать, что это было массово, но очень многие люди, которые приехали именно с Украины, они особо подчеркивали, когда им говорят, ну, слышат русскую речь. Понимаете, он же не просто с Украины, он же говорит по-русски. Вот. И когда их называли русскими, они объясняли, обижались. И вот, если вы на форумы пойдете, почитаете, там многие возмущаются, как это так. То есть вот, а американец этого не понимает. Он слышит, что говорит по-русски, он говорит, значит, русский. То есть для них-то это язык, а не страна, откуда ты приехал. Ты можешь из Австралии приехать и быть русским. Понимаете? Это же дело такое. Ну, да. Это намного раньше началась вот эта часть. То есть он, видно, кому-то говорил, там, ты русский, а ему говорят, мы там украинцы. Или там, не знаю. Поправляли его. Белорусы. Да. Это было достаточно давно. Ну, да. Да. Ну, что же, хорошо. А вот, может быть, вы в Америке какую-нибудь гадость видели, вот такой негатив какой-то. Это будет какой-нибудь негатив? Негатив? Да. Если сравнивать с Уфой. Вы должны канал какой-нибудь юмористический видеть. Нет, просто я очень много вижу бездомных людей здесь. В Сакраменто? Или где? И в Сакраменто, да. Во всех городах, где я бывал, очень много людей. Я в основном по вечерам выезжаю из гостиницы, там, покушать и прочее. В даун-даун куда-то ходите или что? Нет. В даун-таун, думаю, там. А я практически их не вижу, я не знаю. Вот если я пойду в Сан-Франциско, например, и именно в даун-таун, то там есть, там они заметны. А так, чтобы вот здесь у нас, я даже не представить себе его. Ну, вот во Фресно в гостинице, нет, вру, это было не в Калифорнии, это было в Альбукерке. Ага. Там, похоже, какой-то... Это не лексика. Да, да. Шелтер был, приют для бездомных, недалеко от гостиницы. Поэтому, может, я их так много видел. Ну, шелтер, все-таки, это не на улице, это немножко лучше. Ну, бездомные, но все-таки в шелтере это не... Здесь они просто на улице могут заночевать. А в Калифорнии я на улице видел. Да, да, это есть. Я обучал свою попутчицу вождению, поэтому мы ночью выбираемся на парковки пустые. И там тренируетесь. Да, да. И вот постоянно вижу, вот там где-то в кустиках спит лежит, где-то у бордюра укрылся спит лежит. А вот в Уфе там нет то, что называется бичи или бомжи? А в Уфе они на глаза стараются не попадаться. И если как-то выходят куда-то в публичные места, то только ночью... А что, их заметут или что? Да, их часто прихватывают. Прихватывают. А здесь-то они как раз себя очень вольготно чувствуют. Попрошайничать нельзя. То есть они поэтому очень вежливо, еще спасибо тебе скажут, если даже там нет, они говорят спасибо большое и так далее. Иногда вот их там подберут полицейские, в души помоют, продезинфицируют и обратно тоже место отвозят, чтобы не обижать. Вот так что... Но чувствуется не все стараются с полицейскими встречаться, потому что я наблюдал. Вот вижу группу людей там у стеночки где-то за мусорным баком ночуют. И смотрю, через десять минут они организованно встают и уходят. А еще через пять минут приезжает полицейская машина на это место. И там прожектором своим у них на машине же есть. Освечает, есть ли там кто-то в этом месте или нет. То ли им позвонил кто-то, может быть режим какой-то. Может быть наркотики. Да. Я даже вот на... Вот я обращаю внимание как полиция работает. А, я понял. У вас заточенный взгляд. Так, так. Хорошо. Да. И в Сан-Франциско было дело. Ночью заехал на заправку. Угу. И заехала полицейская машина тоже на заправку. Так. Я пошел к кассиру и полицейский тоже пошел к кассиру. Угу. И он, полицейский, у кассира в журнале расписался, отметился. Я так понял, что какой-то график есть. Обход. И вот он всю ночь курсирует и отмечается. У вас только-то я прибыл. Угу. Значит, все нормально. Дело в том, что круглосуточные вот эти предприятия. Ага. Тем более, что заправка. Там обычно магазинчик есть. И в магазинчике, может быть, и спиртное даже есть. И уж табак точно. Да, там никотин-то-то нет. Точно продают сигареты. Поэтому они, конечно, являются зоной повышенного риска. Потому что это в 3 часа ночи. Да. Так что, наверное, это у них вот как такая зона риска. Они по ним гуляют. Угу. Интересно. Ну что же. Давайте. Я рассмотрю у вас тут 1126 подписчиков. Да. Я недавно отметил это событие. Первую тысячу. Да. Отвращение записал. А-а-а. Ну. А люди узнали, что я здесь. Да. Поэтому они не знали, что я в отпуске. Они как узнали, сразу говорят. Если будешь в Калифорнии, зайдь господина Портноу. Ну, тогда давайте мы вот что сделаем. Мы поприветствуем тех ребят, которые вас смотрят. И нас тоже смотрят. Я как бы им особый, особый привет. И, в частности, вот то, что они помогают людям там встретиться, друг друга найти и так далее. Поэтому спасибо им. Да. Большое спасибо. Вот. Хорошо. Давайте мы тогда помашем там рукой. И всем, кто нас смотрит и знает, скажем спасибо. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что делитесь какими-то советами, которые нам помогают в жизни.